После Гражданской войны на территории бывшей Российской империи образовались формально независимые советские социалистические республики. РСФСР, Белоруссия, Украина, Дальневосточная республика, Азербайджан, Грузия, Армения, Хорезмская и Бухарская народные республики. В этих республиках были свои органы государственной власти, действовали свои конституции, но фактически власть принадлежала коммунистическим партиям, входившим в состав единой Российской коммунистической партии большевиков – РКПБ. Объединение всех наций и народностей коммунисты считали основой построения единого социалистического общества. К государственному объединению подталкивали экономические причины. Многовековая история Российской империи складывалась на основе взаимопомощи в развитии хозяйства и культуры. Экономика всех регионов страны была объединена единым всероссийским рынком – хлеб, уголь, металл Украины, продукты черной и цветной металлургии Урала, хлопок Средней Азии, изделия текстильной промышленности Москвы и Подмосковья, лесопродукты и масло Сибири, нефть Азербайджана, изделия промыслов по Волжье. Объединение имело также внешнеполитические причины. Советские республики должны были выжить во враждебном окружении. Еще в годы Гражданской войны между РСФСР, Грузией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией и Украиной были заключены договоры о взаимодействии в дипломатической и военно-хозяйственной областях. Под руководством РСФСР были объединены вооруженные силы, промышленность, транспорт, финансы, внешняя торговля, телеграф и почтовая связь. В 1920-1921 годах между советскими республиками были заключены договоры о взаимодействии в военно-хозяйственной и дипломатической областях. В 1920 году был принят план ГОЭЛРО. В партии большевиков существовали разные точки зрения о принципах построения единого многонационального государства. Комиссия Центрального комитета РКПБ под председательством Иосифа Виссарионовича Сталина разработала план объединения, предусматривающий вхождение советских республик в состав РСФСР на правах автономии. Однако Владимир Ильич Ленин план Сталина подверг резкой критике и предложил создать добровольный союз суверенных и равноправных республик. ЦК РКПБ проголосовал за ленинское предложение. 30 декабря 1922 года в Москве состоялся съезд уполномоченных представителей РСФСР, Закавказской СФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР, который утвердил договор и декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик СССР. 31 января 1924 года Второй Всесоюзный съезд Советов принял Первую Конституцию СССР. Конституция СССР установила государственный герб и государственный флаг СССР. Столицей государства была выбрана Москва. Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов, а между съездами — Центральный исполнительный комитет, ЦИК. Высшим исполнительным органом власти стал Совет народных комиссаров, СНК, первым председателем которого был назначен Владимир Ильич Ленин. В 1924-1925 годах были приняты Конституции Союзных Республик, повторявшие основные положения Конституции Общесоюзной. В середине 1920-х годов национально-территориальное устройство СССР значительно изменилось. В 1924 году на территории Туркестанской автономной СССР были образованы новые союзные республики — Узбекская и Туркменская ССР. В составе РСФСР образована Киргизская АССР. В сентябре 1924 года в состав Узбекской, Туркменской и Киргизской республик вошли Хорезмская и Бухарская народные социалистические республики. В октябре 1924 года в составе Украинской ССР возникла Молдавская АССР. В 1924-1926 годах Витебская, Гомельская и часть Смоленской губерний из состава РСФСР были переданы Белорусской СССР. В 1929 году образовалась Таджикская ССР, ранее входившая в состав Узбекистана. На начальном этапе развития советского государства центральная власть учитывала национальную специфику той или иной республики. В мусульманских республиках духовенству возвратили земли, восстановили шариатские суды, признали мусульманские нормы поведения. На севере и в Сибири сохранялось родовое самоуправление. Большое внимание уделялось культурному развитию малых народов. Многие из них впервые получили письменность. Открывались национальные школы, театры, газеты. Издавалась национальная литература. В Москве и Петрограде были открыты институты народов Востока и Севера. Одним из направлений национальной политики данного периода являлась коренизация, которая заключалась в подготовке, выдвижении и использовании национальных кадров для работы в государственных органах и учреждениях культуры. Это объяснялось просто. Советской власти необходимо было привлечь на свою сторону местную интеллигенцию. Началась ускоренная подготовка национальных кадров через систему льгот и национальных наборов в ВУЗы. Впоследствии из них сложилась местная элита, занявшая основные управленческие должности. Но коренизация имела и отрицательные моменты. В Киргизии началось насильственное выселение русских с их земель. На Украине украинский язык стал государственным и без его знания нельзя было занимать никакие должности, что вызвало волну недовольства среди русского и еврейского населения.